МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Ставрополье растет заболеваемость коронавирусом. За последние недели стало на 16% больше заражений. Почти четверть из них – это новый штамм кентавр под витамикрона. Актуальной статистикой поделился министр здравоохранения региона Владимир Колесников. Он рассказал, что кентавр заразен и распространяется быстро, однако переносится легче дельта. В медучреждениях края снова вводится масочный режим, а запаса тестов на коронавирус должно хватить на 9 месяцев. Колесников призвал Ставропольца вакцинироваться и ревакцинироваться, а также заявил, что система здравоохранения вновь мобилизована. Этот план включает в себя разворачивание 5100 коек в течение недели. У нас в достаточном количестве закуплено препаратов для обеспечения пациентов на амбулаторном этапе. В настоящий момент в медицинских организациях имеется запас лекарственных препаратов на сумму 25,7 миллиона рублей для бесплатного обеспечения пациентов. В селе Краснокомском возводят школу на 775 мест. В трехэтажном здании разместятся актовые и спортивные залы, просторная столовая и библиотека. Сейчас достраивают третий этаж учреждения, сообщили в региональном Минстрое. Возводят объект в рамках краевой госпрограммы развития образования. Завершить работы планируют в 2024 году. Но в Александровском округе ремонтируют дорогу, которая соединяет село Раздольное и станицу Воскресенскую. В общей сложности специалисты обновят почти 7 километров асфальтобетонного полотна, сообщили в региональном Миндоре. Сейчас участок готов на 70%. Работы ведутся по краевой программе развития транспортной системы. В хуторе Дегтяревском завершают реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта. Там заменили окна и двери, кровлю и палы. Также обновили инженерные коммуникации. Сейчас ведутся отделочные работы, сообщили в региональном Минздраве. Ремонт проходит по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.